Ну что, мои родные, любимые и сердце моем, дорогие браты и сестры в Христе, христолюбщики и все люди на земле, всем желаю здравия, добра, счастья, любви и всякого-всякого блага в жизни вашей, мира, в души ваши, в дома ваши, вообще всего самого лучшего вам. И если сам могу в этом принимать участие, только рад словом или делом. Ну что, сегодня поперемываем косточки, позащищаемся, сегодня читаем комментарии обо мне, несколько штучек я сразу обо мне, об истине, ну обо всем сразу на лайве, давайте поразбираем кое-что. Так, делюсь я с вами экраном. И такой комментарий, я вам говорил, что некоторые я сохраняю, и не в общем видео ответов на вопросы, на чтение комментариев, а вот буду брать некоторые комментарии за повод для проповеди. Этот комментарий я уже читал, но тогда я не стал от него отвечать в общем видео. Ну а теперь отвечу. Людмила Мастер пишет на ролик «Организованная церковь или системное язычество». Я тогда как-то его записывал, гуляя там, погорел у себя в пузево. «Жуткое невежество и сатанинская гордыня, и прелесть бесовская». Ну вот, три клейма мне уже поставили. «Жуткое невежество». Ну вы знаете, я как-то не склонен считать себя невеждой. И по жизни. У меня высшее образование. Раз. Я очень разными видами деятельности по жизни занимался. Это два. У меня много профессий и ручных, и умовых. Я не просто христианство выбрал, как Клайв Стейплз Льюис, английский писатель, писал. Я не простой верующий, что вот я там от бабушки семейной у меня пошло. Я ни разу Евангелие не читал, но я верующий. Я православный. Я русский, я православный. Нет, он... Ой, Достоевский. Достоевский-то хорошо, что он свою веру выстрадал. Выстрадал, да, и выстрадал в смысле вот этими сомнениями, как он писал, и терзаниями, да, правда ли, ложь, поисками истины, все ли там так. Вот. Поэтому, вы знаете, я христианин убежденный, более того. Во-первых, я свободный, никогда никаким культом не принадлежавший. Я краешком касался православия, чисто для изучения, так как это действительно Россия, значит, православная, да. Ну, вот. А по Пиме этого я изучил и мусульманство. Достаточно близко. Ну, сколько мне надо было. Там, буддизм, все эти... Ведизм, да, всякие ванги. Я параллельно, как я рассказывал, я стал, тем более я человек, который целиком погружается, я все в это отдал. И уж я, конечно, не знаю вот эти все Людмилы, которые под пустыми иконками там переходишь. Ну, это скриншот уже, перейти никуда не можем, но я вам что раз показывал. Во-первых, Людмила мастер, мастер это вряд ли, ее фамилия даже, это какое-нибудь прозвище там или ник, как это сейчас в интернете, да. Поэтому перейти тут нет, сейчас невозможно, даже когда мы переходим, там ничего нет о человеке. Вы знаете, древние мудрецы всегда очень хорошую мысль выражали, и это действительно истина во все века. Скажи слово или поговори со мной, я узнаю, кто ты. Вот мои проповеди и мои слова, мои размышления у всех на виду. Этих людей, которые меня судят и критикуют, поливают грязью, ставят мне печати. Как узнать, кто ты, что ты? Кто ты такая? Я тебя знаю, я тебя видел. Ты проповедница, можно послушать, почитать, что ты думаешь. Она мне такие, я бы сказал, жуткие эпитеты. Мы тут недавно с сестрой Лили созванивались, она мне говорит, да ладно, чего там тебе особо ничего не пишут. Я говорю, ну пишут, не пишут, я некоторые тогда же банил, все равно людей много, и сейчас иногда продолжается. И они, может, редко пишут, плюс у меня маленький блок, и после моего годовалого отсутствия некое затишье, вот, еще, наверное, скоро все активизируются, и новые подтянутся. Но они эти, мелкие и редкие, пишут так, но метко, да. Жуткое невежество. Ее жуть берет от моего невежества. Гордыня сатанинская. Ну, то есть, сам бес во мне. Ну, вы помните, Господь говорил, меня первым назвали бесноватым, вас будут называть точно таким же. Вот я почему-то их не называю, всех этих родотоксов, протестантов бесноватыми. Да, я говорю, что они ходят во тьме, как слепые котята, занимаются этой ерундой, которая ничего не дает человеку. Абсолютно ничего. Они не лучше не становятся. Ну, кто-то может становиться только по желанию повлечения в сердце, потому что Бог просвещает всякого человека, я сам это все время говорю. Ну, что ему эта религия дает? Ничего. Ни одна. Ни которая в куче обрядов, хотя протестантизм точно так же давно, кстати, и обрядами оброс. У них точно так же все по струнке и по рельсам на служениях. Они только этого не замечают сами или заметить не хотят. Они просто своим уже глазам не верят. Точно такая же система. Точно такая же иерархия. Нет там никакого равенства в братство. Там эти пастыря стоят так высоко на проповеди, что рукой-то не дотянуться с моим-то ростом до кафедры его. Иисус ниже своих учеников им ноги умывал и сидел наравне с ними. Или они на горную проповедь за образ берут, где он на вершину садился. Ну-ну. Ну-ну. Прелесть бесовская. Вот что можно сказать об авторе ролика. Не о ролике, не о том, что я говорю, что это бред, прелестные, прельщающие словеса. А я сатанинской прелести, бесовской гордыни и жутком невежестве. Я есть им. Я есть им. Это все. Ну это же крово. Я даже комментировать не знаю. Это, понимаете, это вот называется конструктивной критикой. Я так это шуча могу назвать. Очень хорошо. Вы знаете ролик. Смотрите, как предложение над предложением. Как будто... Сейчас я вам открою. Так неудобно на одном компьютере, на ноутбуке работать. Мне приходится окна менять. Я не вижу. Открыл я, не открыл. Ну ладно, когда-нибудь я чуть-чуть дома и буду на нормальном работать, на большом экране. То есть жуткое невежество в чем оно? Как будто оно начинает расшифровывать. Не знает ни истории. Ничего о развитии церкви. Священном писании. Ну, дальше опустим пока. Прервемся, вернее. То есть опять три громогласных и очень сильных эпитета. Это я не знаю историю. Я в ихнюю... Ну, очевидно, что пишет православное. Тут, я думаю, сомнений ни у кого нет. Это они любят клеймы бесовскими. Прелесть. Это у них любимое слово. Они просто сами в ней пребывают. И любят очень всем эти клеймы навешивать. И ордена. Я в вашу православную семинарию два раза поступал с отличием. Сдавая три предмета сразу. История церкви. История древней церкви всей. И вообще церкви. Ну, или она, по-моему, древней называлась. Или нет. Ну, нет. Она называлась история церкви, но она была от древнего до современного. Была история церкви российской. Ну, вот это князь Владимир и пошло-поехало. Типа... Я в это, правда, не верю теперь. И история России. И мировая история. Четыре как бы предмета. Я не помню, какие-то две. Потому что предмета было три. Я вам сейчас вот назвал. Я говорю, я честно не помню, как что комбинировалось. Но, по сути, как бы есть две. Я говорю, история общая церковная. История России. Неделя. То есть, знаешь, как и мир, и Россия. Где-то, получается, все-таки предмет совмещался. Потому что предмета было три. Вот. Вот три. И я могу путаться. А я вам как бы четыре называю. То есть, делю Россию и весь мир. Где-то было совмещение. Я что-то не могу уже вспомнить где. Два раза я поступал. Кто знает, я поступал на заочный. Меня специально брали на дневной. Я отказывался. Я не хотел терять пять лет своей жизни в здравом возрасте. В здравом уме еще иди в эту семинарию. Я хотел заочно заканчивать все эти предметы по ихнему курсу. И все. Приезжать туда. Но митрополит, самый главный, который сидел на всех. На экзаменах у него не было. На конечной комиссии. Я все сдавал на пять. Сочинение я писал на пять-пять. Сочинение. Двойными оценками стали. Точно так же, как и в школе. Литературная оценка, да, как она называется. Художественная за само сочинение. И за ошибки. У меня пять-пять было. Причем, если бы это было раз. А вы знаете, как хорошо в Библии сказано. При двух или трех свидетелях истинных каждое слово. Два раза, два года. Я первый раз приехал прямо на заочный. Поступал с заочниками. Там было три недели. Надо было там. Даже там жить не надо было. Живешь ты где хочешь. А туда приходишь поступать. Потом, так как они меня пытались там переубедить. Тот священник, который я, при котором был. Я еще раз через год поехал. Уже там надо было полтора месяца или месяц прожить. Как раз. Типа там и послушание. И все это. И типа я как будто очник. Но точно так же сдав. И все это время там пробыв. Хотя я болел очень сильно. И кожа вот эта там у меня жутко вылезла. Я там пальцы вот так на меня все в столовой смотрели. А ложку взять не мог. У меня руки все как себя в проказе покрылись. Я пальцы согнуть не могу. И там караул. И с головой то же самое. Все это тогда. Эта штука тогда началась. Но мне там льготные условия сделали. Я действительно не мог. Что я не мог? Я не мог никакие послушальные. Я не мог ни метлу в руки взять. Подметать. Ничего. Меня освободили в первый день. Потому что я на второй день хотел уехать. Мне жутко было плохо. Жара, лето под 35. Никаких кондиционеров. Ничего там нет. Солнечная сторона. Я там чуть не помер. И когда мне в первый день накрыло по моей голове. А потом еще и руки все это началось. Что от меня толку-то? Я им объяснил еще в первый год. Мне же тоже. Именно не за месяц за этого первого поступления было плохо. Я еще тогда сказал, что я по здоровью не могу. Еще помимо этого. Или вперед всего. И во второй год я им привез. Была тем, кто не может. Была специальная медкомиссия. Приезжали два специальных врача. Есть при семинарии. Которые делают медосм... Как сказать. Заключение. Что-то такое. Ты к ним приходишь. То есть все, кто по здоровью что-то там будет. Или льготы какие-то. Выпрашиватели. Ну вы поняли. Да? Как это всегда бывает. Как у нас группы в миру получают. И была такая оказывается. Или специально ради меня этих двух. Ну то есть они есть. И они приезжали. И я к ним ходил. И они кстати дали заключение. Что я не годен к очному обучению. Что взять меня на заочный. И митрополит второй раз. Вот у него своя воля. А я тут такой непослушный. Вы же знаете как там. Жестко все с послушанием. И он же на принцип пошел. Там нет никакого рассмотрения. Нет никакого отношения индивидуального. Нет никакого равенства. Я не мальчик тоже с улицы. Который вчера там батюшка послал учиться. Там одни 16 летние ребята. Что мне там делать? У которых в голове одни тренировки. Спорт. Обожраться чтобы накачаться. Девочки. Машины. И все прочие вещи. Я же с ними прожил месяц. В комнате с 8 человеками. Вот так вот. Койки в которые я головой не помещаюсь. Двух яростные. Ну как они себе это представляют? Я говорю вы что? Ну совсем что ли? Я два раза поступаю с отличием. Преподаватели из ВГУ. Нашего Ворольского здравоохранения. Это были по истории принимали. И все меня хвалили. Я поступал. И при этом она мне тычет. Вот эта Людмила. Которая случайно нарвалась. Где-то поделилась. Кто-то там на мой ролик. Не знает ни истории. Ничего. Развитие цирки. Да я развитие цирки сам бы тебе преподал. И все бы рассказал. И уж священное писание. Да. Я не знаю. Невежда. Христолюб невежда в слове. Ну караул. Мне хочется спросить. Она хоть раз вообще Евангелие читала? Если Евангелие прочла хоть Новый Завет читала? Я просто со всеми этими общался. С этими православными. Очень много. Вы же знаете. Уж про Ветхие за это я и молчу. И от того, что она там читала. Она службу знает, куда свечки поставить. Ничего она никогда не читала. Это она меня. Мне клеймо ставит. Что я невежда в слове. Да я Новый Завет даже не читал. Сколько я тысяч раз прочитал. Ветхий я по кругу. Несколько раз. До десяти. Там пять-десять. Я не знаю. От пяти до десяти. Это я невежда. В истории. В Писании. В церкви. В обрядах. Ну вот. Вот обо мне судят люди. Она мне печати выставляет по одному ролику. Эти люди не способны к общению. Эти люди не способны к беседе. К диалогу. К нормальной вообще жизни человеческой. Они живут в своем мире. Что главная заповедь это любовь. И вы должны светить. Она мне печати. Она что первое? Привет написала. Сейчас мы другие будем комментарии писать. Там хоть да хоть скажут мир тебе. Ну хоть и на добрым слове спасибо. Хотя тоже конечно толку от этого я согласен. Но это хоть что-то. Она поздоровалась со мной. Пожелала мне прежде всего всякого блага. Нет. Она сразу лепит мне клейма. Хотя конечно вот сколько я общался. От того что и с православными. Как они как змеи тоже начинают мне какие-то вопросы. А я уже потом иногда и отличаю. Иногда честно нет. Они так лукаво начинают издалека задавать такие вопросы. Я сначала думаю человек искренне интересуется. И только потом. Либо находя этого человека там через пересылки. Может быть на него можно выйти как-то вот так через канал. Или там в социальных сетях. Захожу на страничку. И я потом только видел что он подыскивается. И пару встречных вопросов. Или чуть-чуть их против шерстки. И понеслось. И я потом видел. Я уже перестаю что-то отвечать. Общаться. Вообще. Я закрываюсь сразу. Потому что это бесполезно. Я пробовал. Вы знаете. Я ни с кем не ругаюсь. Там ничего не выясняю. Никогда. Не доказываю. Ни на кого никакие ролики. Вот это. Это я вот защищаюсь просто. Я по сути вы слышите о себе говорю. Что я могу о ней сказать. Я ничего о ней не знаю. Ничего. Она мне клейма раздает. И просто на ее по примере таких. Просто полным-полно. К сожалению вся эта религия там все такие. Все. От мал до велик. Ну или вот эти есть. Вы знаете. Вот эти овечки. Которые ходят божьи. Им тоже ни до чего дела нет. Они за истину никогда не встанут. То вы знаете. Я честно. Я к этим людям тоже достаточно холоден. Господь говорил. Если ты не теплый, не горячий. Не теплый, не холодный. В смысле не горячий, не холодный. А теплый. То есть тебе все равно тоже. Куда ходить. Что происходит. Что твой пастырь там всех осуждает. Тебе дело. Ты сходила к Богу. На службу. Там в протестантскую. То есть честно. Я к таким людям тоже очень равнодушен. Как Господь сказал. Сблюю тебя. Так и я. Я че. Я вообще никаких эмоций. Человек все до фени. Поэтому знаете. Каких положительных эмоций. Он и отрицательных не вызывает. И не положит. Он теплый. Мне честно. До него никакого дела. Правда нет. В хорошем смысле. Вы знаете. Какую любовь я проповедую. Но по жизни получается так. Человек равнодушный. К этим делам. Ну и че. А че у меня тогда с этим человеком. Я естественно к нему нарожен. То лезть не буду. Ну давайте дальше почитаем. Что тут она еще пишет. Горе ему и его последователям. Понимаете. Они судят. Если обратите внимание. Эти люди. Реально. Выносят. Земной суд. Настолько они еще ослепли. Они этого не видят. Они убеждают. Что это суждение. Что это. Они имеют на это право. Или еще что-то. Это судят судом праведным. Это бред. Вы тупо судите меня. И тупо. Вы уже здесь. Как в ихнижих патриках. Есть нормальные вещи. Где там. Господь. Какому-нибудь там монаху. Который осудил. Приводит этого грешника. И говорит. Куда его там потом. Ты же его вчера осудил. За какое-то там одно дело. А он его. Господь ему там видение показывает. Этому монаху. Типа. Давай. Куда его. В рай или в ад. На вечные муки. Монах сразу. Как дошло до него. Что это. Я что ли отправляю его в ад. Не-не-не. Господи. Прости меня. Это не моего дела. Вообще. Ума. На вечные муки. Человека в ад отправить. Они судят. И никогда этого уже не видят. Они настолько ослепли. В своем суждении. Что не замечают этого. Им кажется. Что они имеют на это полное право. И они не грешат. А все поступают поистине. Это ложь. Эти люди. Никогда не познают истины. Пока не перестанут это делать. Я имею ввиду. Я. Вы знаете. Верю во всеобщее покаяние. Вот. Когда обратится человек. Тогда да. До этих пор. Ничего. Ничего она не познает. И ни над чем не вырастет. Так всю жизнь в злобе в этой проживет. Кто съел эту отраву. И увлекся этой мерзостью. Ну. Тут. Тут на эпитеты. Она. Не будет. Жадничать. Нет здесь ни любви. Ни истины. Одно самомнение. Падение в адскую бездну. Ну. И даже цитату из Матфея приводит. Не всякий, говорящий мне. Господи. Господи. Войдет в небесное царство. Но исполняющий волю Отца. Моего небесного. Вы знаете. Когда вот приводят. Я говорю. Плюют с этими стихами. Но я же. Даже не другим. Этим же стихом. Ведь могу точно так же. Под твоей книгой жизни. Точно так же цитату написать. Ну. Что ты взяла. Что твоя-то жизнь святошая. Вы же там вечно каетесь. Что вы грешники недостойные. Господи. Помилуй. А вот не помилуй. Тебя Господи. Несмотря на все твои. Господи. Господи. Тысячу раз. Господи. Помилуй. Сорок раз. Или сколько вы там. Двести. Пятьсот. На одной службе только. Миллион раз говорите. Наверное. А вот не помилуй. Ой. Караул. Не всякий. А ты это всякая. Или не всякая. Вот ты может быть это всякая. А ты других судишь. Так вы посмотрите на свои службы. Они там так любят вот это грешники. Этих монахов. Патрики. Как он там голову не поднимает. Стоит. И вы думаете они так живут. Нет. Нет. Они хвалятся святостью своих отцов. И их неправедностью думают спастись. Ничего подобного. Каждый человек спасается своей жизнью. Святой или грешной. Что тут еще. Как нужно понимать эти слова. То есть она сама все-таки не решается их толковать. Хотя сама их привела. Она же их сюда вписала. Вот они все прикрываются святыми отцами. Это вот святые отцы так сказали. Да мы писания все по-разному понимаем. И еще добавили тысячу книжек. И еще каждую книжку каждый по-разному понимает. Это ты и мне. Это не святой отец мне эти клеймы понатыкал. А ты. Ты. Ты эту цитату выбрала из писания. Ты. Но она обязательно свое. Свой подол. Прикроет сейчас. Чем? Святыми отцами. Как всегда. И сразу видно что это православное. Как нужно понимать. Если хотите получить антидот от высшей представленной травы. Рекомендую прочитать. Ну и ссылка на православный. Кто знает этот портал. Азбука.ру. Отечник. Библия. Тут даже можно по ссылке понять. Нагорная проповедь. 133 страница. И другие православные сайты. Ну. Я могу закончить. И вам пожелать. Что если хотите познать истину. Самым кратким путем. Никогда не вздумайте. Ни в одну секту. Ни в одну религию. И вступать. Прикасаться. И вообще туда ходить. Ищите Бога сами своим сердцем. У вас есть Евангелие. Есть свет. Если вы будете праведно жить. Стараться. Потому как вы понимаете. Как у вас лежит на сердце сегодня. Кому что сказать. Живите главное. Чистым сердцем. Все. Господь так и сказал. Чистым сердцем Бога узрит. Чистым сердцем. Это чистые помыслы. Чистые желания. Их предварение в жизнь. Недостаточно хорошо мыслить. Ой. Как бы я хотел защитить его. И сижу. Да. Да. Надо подать. Ну. Другой подаст. Чистые мысли. Еще не делают мне святым. Дела. Христос не сидел там на горе. И за мудрые мысли писал. Он творил дела. А уже люди о нем потом написали. И все это свое. Дела свои комментировал словами. Вот истинный. Истинный путь. Который он сказал. Оставил нам в пример. Ну вот такой вот комментарий. Я как раз поговорил. О себе вам еще раз рассказал. Вот. А. Я что хотел показать-то. На канале. Кто еще не знает. Друг не знает. На лайве у меня есть плейлисты по темам. И вот у меня есть здесь. Ереси. Секты. Лжеучения. Вот видите. Религии. Протестантизм. Православие. Или прочее дребедение. Я так его и назвал. Пожалуйста. На него переходим. И там много-много роликов на эту тему. Где я вот им. Этот ролик кстати в этом плейлисте. Вот он. Свобода. Кому интересно. Кто может меня впервые смотрит. Вот самый последний ролик. Я хотел сказать кстати о религии. И об истории церкви. Вот последний ролик. Очень кто интересуется историей. Особенно вот этот православный. Ортодоксии. Посмотрите этот последний ролик. Если честно. Я говорю. Вот сейчас о Жене Девятьярове речь пойдет. И обо мне. Я как раз благодаря ему. Я говорил с ним в беседе в последней. Что когда вот он говорил про эту историю. Про Владимир очень часто он вспоминал. И меня как тогда пронзило. Ведь действительно. Какой бред. Вот я изучал. И этого не видел. Посмотрите мой последний ролик. Он вас не виден. Потому что тут немножко смещено у меня. Называется религия. Смерть для христианства. И жизнь не евангельская. Там именно об истории. Я показываю на карте. Я изучал. Я же в баптийский семинарию поступил. Кстати. Я забыл сказать. Как это называется. Не удаленное. А на как это. Ну вы поняли. Да сейчас есть. Ну да. Удаленное образование. Это вот это высшее. Дистанционное. Я там тоже все это и много чего успел пройти. За три месяца, пяти лет. Как я всем говорю. Вот. Я все путешествия Павла очень хорошо по карте разобрал. Посмотрите этот ролик. Вы будете в шоке. Никакое православие не было. Действительно. Тысячу лет. Христианство тысячу лет назад на России. На Руси появилось. Оно давным-давно здесь было. Это такая бред. Я сейчас не буду рассказывать. Трать на это время. Кому интересно. Добро пожаловать. Я никакие ссылки в комментарии забуду. Ну хотите в комментариях спросить, если я забуду. Ну плейлист. Вот он у вас с большими буквами слева. Вы все видите его название. На Лаве вы всегда все это найдете. Пожалуйста посмотрите. Те кто думает, что я невежда в слове, в истории. Церкви вернее. В истории. Вот. Ну давайте еще почитаем комментарии. Есть такой Андрей Савич. Частенько пишет. Я с ним так и не знаком. Или мы созванивались тогда раз по скайпе. Я честно уже не помню. Да простит меня Андрей. Пишет он каждый раз что-то пишет. Дух у нас с ним разный. Я вроде не баню. Как по-простому сказать. Он вроде не борзеет. Вот. Ну и приятного мало тоже. Ну сейчас мы почитаем его два комментария. Давайте начнем только не с него. С него вернее. Но все-таки я открою вам. Открою вам. Открою вам. Все-таки этот комментарий мы попозже прочтем. А сейчас я вам открою как раз кто помнит. Я у себя выложил на беседы Христолюб. У меня каналы-то разделены. Вот эту нашу последнюю беседу с Женей с 9 евро. Как раз вот Лиля тогда мне говорила. Чего тебе? Много ли ты там гадостей? Пишет еще что-то. У меня кстати вот тоже тут комментарий она с вами оставила. Как я вас обожаю ребята. Всегда бы вы общались так. Аж радуюсь вам. А вот Андрей Савич пишет такой комментарий. Я его зачитаю. У вас он на экране. Дима. Ответь только откровенно всем нам. Считаешь ли ты Девятьяровым, еретиком и вероотступником? Хоть он и был возможно избранным, но впоследствии был обольщен дьяволом. И еще кому? И еще. Кому вы больше верите? Библии или Девятьярову? Ведь его учения и откровения идут вразрез с истиной Божией, описанной нам в Библии. Ведь если он еретик, то Писание нам говорит о таких, которые не несут евангельского учения отвращаться от них. И даже не есть вместе. Вопрос еще много остается. Но пока ответь на эти. Жду ответа. Ну тут Женя ему отвечает. Я сам себя признаю наивысшим мертвяком, достигшим состояния осознанности своего наивысшего я. Моя осознанность находится выше явного мира, выше бытия. Я всегда, я всегда был и всегда буду. Ну и Андрей опять ему отвечает. Ты же отлично знаешь, что то же самое говорил о себе и сатана, когда стал гордиться своим достоинством, красотой перед другими ангелами, даже возмечтал стать на один уровень с Богом. И желал править мирозданием, как Бог. Я считаю, что ты ошибаешься в своих умозаключениях. Ты просто напросто прельщен и обольщен, но я тебя не сужу. Ага. Вы уже суд вынесли ему. Ведь я не судья. Еще какой судья. Но да запретит тебе Господь нести эту лукавую ересь, а по поводу личности тебя как личности в плоти никогда не было. Ты появился совсем недавно, и путь твоего развития, возможность читать, начался с этого дня. Вообще писать об этом можно много, но я, пожалуй, воздержусь. Ну, ты уже, Андрей, достаточно написал, чтобы я о тебе тоже рассудил. Я говорю, вы знаете, я ни на кого не пишу никакие ролики там. Да? Ну, вот ты же пишешь здесь комментарии, и я хочу ответить, прокомментировать. Ты же мои ролики комментируешь и судишь. Ну, начнем тогда. Ты же вопрос мне задаешь, я отвечаю. Я к тебе в дом не лезу и в твой монастырь. Мне, я вам говорю, в принципе, я уже дошел до того, что мне, в принципе, дела нет, так скажем, до людей, которым до меня нет дела, или которые хотят меня, что-нибудь от меня, или плохое мне сделать. Чего мне, что я. Я помочь, да, я врагу помогу. Но сам я на рожон перестал лезть. Перестал что-то там, вы знаете, как-то вести себя, думать, что вот как бы все-таки вот что-то ему надо вот сделать, или как-то вот, может быть, смягчить. Надоело мне все. Не хочу больше этого. Я как у есть, такое и есть. Не нравится? Пожалуйста, вольному воле, свободному свобода. Господь сказал, в раю всем места хватит. А если нет, он приготовит каждому. Чего тебе до меня? Мне вот до вас никакого дела нет, кому-кому, кто мне зла желает. Я на ваши странички не лажу, не смотрю ничего. Чего вы тогда меня смотрите? Ну, ты же мне вопрос задаешь, я отвечу. Дима, ответь только откровенно, всем нам. Считаешь ли ты девятьярвы, еретиком и вероотступником? Я не знаю, что людям еще ответят. Я говорю, такое ощущение, как Господь правильно говорил, а вообще еще пророк, Бог через пророков говорил. Видит глазами, имеют глаза и не видят, имеют уши и не слышат. Я что, не по-русски выражаюсь. У меня есть ролик, когда на Жене начались нападки, когда он еще с этой Эль, у него пошли откровения, и я тогда записал ролик публичный, выложил. Половина от меня там также отреклись, запоносили, начиная от проповедников, заканчивая последней бабушкой. Я что, не ясно выражаюсь там? Ну, включите, пересмотрите еще раз, как я отношусь к Евгению Девятьярову или еще к кому-то. Да я ко всем отношусь с любовью. Как вы, никому ни адом, ни адом, ни гаражу, никого не посылаю туда и никогда не пошлю. Пусть все в раю будут, ради Бога. У каждого просто свой рай. И вряд ли у нас с ним будет общий рай. Господь, я говорю, сказал, там много комнат. И вряд ли мы в одной будем сидеть, потому что мы и здесь не можем сидеть. У нас разные комнаты, разные сердца, разные души. И все будут там, с кем им удобно. И мы нам вряд ли с вами пока здесь по пути. Вы считаете, вы идете по светлому пути себя светом? А я себя считаю. Ну, у кого какой свет, рассудит действительно Господь. Это факт. Чего еще откровения надо? И ты же, Андрей, пишешь комментарий к этому ролику. Я Женя там по нигире кипел. Причем от чистого сердца. То, что я о нем думаю, хорошего. Если вы заметили, когда Женя что-то о писании говорил. И даже иногда я так с умным видом сидел. И даже, казалось бы, киваю головой. Я просто не хочу с Женей говорить о писании. Бесполезно ему что-то уже показывать. Он сам знает писание. Он 20 лет проповедовал. Ну, что я ему, с какой стороны я подступлюсь, покажу. А по всему остальному мое сердце открыто. Я все, что говорил, я еще раз вот сейчас подтверждаю. Что еще, Андрей, что тебе непонятно? Тероль, ты ушам не слышишь. Вы из меня что-то тоже кто-то придумывает. А я не такой, как вам кажется. Я себя называю христианином. Но я не по вашим меркам себя называю христианином. Мне дела нет никакого вообще до того, как и у вас мерки христианства. Я себя сам называю христианином. Потому что я верю в евангельскую историю. Хоть много в истории скажено, я верю, что многое там и правда. И то, я во что-то верю, во что-то нет. И мне все равно, во что верите вы или во что не верите. Главное, как вы живете. И я знать не знаю, как вы живете. Я вас в лицо-то не помню. Я говорю, если бы мы с тобой общались с тем же самым Андреем, ты бы у меня был на память. Значит, у нас было либо плохое общение. Потому что мне кажется, что мы созванивались. Или как-то пытались состыковаться. А раз не отложилось в памяти, значит, я посчитал это для себя ненужным. Потому что я не храню ни зла этого в себе, ничего не хочу этого. Вот и все. Куда еще откровенней? Ну куда? Я сказал Жене в лицо, что я о нем думаю. И всем высказал специально, чтобы все слышали. Я, как всем людям, отношусь с любовью. Я считаю, что путь к свету у каждого свой. Сколько он этой жизни переживет? Мне тоже, это не мое ума дело. Женю я, в отличие от вас, не посылаю. И клей мы ему не ставлю. Если мы вместе за ручку войдем в рай, я буду только счастлив. А кто нас там встретит? Нас там встретит истина. Иисус это или Эммануэль? Мы узнаем потом. Я думаю, что если Женя увидит Иисуса, он долго раздумывать не будет. Отречься ему от своей веры в Маму Небесную, которую он вроде бы как пережил опять. Но потом увидит Иисуса. Точно так же, две секунды у него будет, времени раскается. И он это сделает. Что ему? Он своим глазам, в отличие от многих, верит. И ушам. И уж сердцу тем более. Что еще мне надо сказать? Вера отступникам. Да вы считайте, как хотите. Пусть он сейчас идет не христианским путем, но по мне идет путем правильным. Путем света и любви. И дай Бог. Через что он идет? Мне без разницы. Да и вообще, я говорю, еще что надо сказать? Еще что? Ты от меня отпишешься? Меня проклянешь? Да мне дела до этого никакого нет. Вы судите всех уже здесь, я говорю. Но потом, это вы здесь судите своим языком. У вас там власти судить никого не будет. Никого. Не по вашему суждению Бог будет в рай или в ад посылать. А по чистоте сердца каждого человека. Каждый будет оказываться там, где он достоин. Сам Господь об этом говорил. А апостолы уговорили. Что в тот день все откроется. Дело каждого. И дом проверится огнем. Дело праведное, устоит. А дело из соломы сгорит. Ты лучше об этом подумай. Ну я просто опять разберу мышление Андрея. Хоть он и был, возможно, избранным, но впоследствии был обольщен дьяволом. Все. То есть, они стоят клейма. Он обольщен дьяволом. И кому вы больше верите? Библии или девятьяру? Да я... Причем это вообще девятьяров и Библии? Я не верю ни Библии, ни девятьяру. Я верю только своему сердцу. Богу, которому живет в моем сердце. Только я живу только по своей истине. И по ней буду судиться. Я не тебе, Андрей. Ни Жени, ни Библии не верю. Я читаю, и где истина, я ее складываю в сердце своем. И это считаю сокровищем. И из него же потом выношу людям это сокровище. Делюсь им. Ибо не жадны. Это вы все время бегаете за авторитетами. А у меня нет авторитетов. Ведь его учения или откровения идут вразрез с истиной Божией. А кто? Судьи, кто? Знаете, мудрецы в древности говорили знаменитую фразу. Судьи, кто? Ты? Ты же сейчас судишь. Идет она? Ты. Не надо все время отмачиваться. Это не я или я как-то вот так рассуждаю. Ты именно судишь. Идет его мышление с истиной? Это ты сейчас судишь. Ну, по-твоему, не идет. Ну, и что? Ну, пожалуйста. Во-первых, я говорю, покажись, кто ты есть-то. Кто ты? Ты проповедник. У тебя есть какие-то... Я могу тебя тоже посмотреть и послушать. Кто ты и что ты проповедуешь? Нет. Я вот вам сейчас покажу. Переходим на канал Андрея Савича. Что у него есть? Да ничего. Подписки. Вера 77. Ну, судя по этому, православный. Или я не знаю. Тут и церковь, и ФХВД. Чего тут только нету. И Александр Шевченко. Тут гремучая смесь. Православие, протестантизм. Все на свете. Где? Хоть один ролик есть. Я что-то могу о тебе узнать. Кто ты? Какая твоя истина Божья, которую ты познал и другим пытаешься проповедовать? Покажись. Откройся миру. Помните, как братья говорили, Иисус, брат, там, шутяй, подкалывай его. А я напрямую всегда говорю, абсолютно серьезно в этом плане. Я вам говорил, что я на самом деле сердце перестал рвать. Я, может, так горячо. Я стал к этому вообще так просто относиться. Мне, я говорю, честно, я вам скажу, стал вообще до фени. Кто и что, как рассуждает. Вот это все. Я говорю, я буду даже, это я еще не знаю, еще подождет. А так буду жестко банить. Я даже вот эту чушь считать не хочу. Настолько я дошел. Это никакой пользы мне вообще не приносит. Не делает мне ни лучше. Ни пользы мне не несет. Я ни в каких дебатах. Меня только куда в скайпе не добавляют. В какие-то общие группы. Туда и случайно добавляют меня. Принуть так, можно же там добавлять. И там всякую ахинею. Православные там ругаются. Я пишу, зачем ты мне тут добавил? Или не раз. И добавляет, и два, и три. Я уж его баню, уж как-нибудь избавиться. Не знаю, как в скайпе там блокирую, чтобы даже его как от личности, чтобы он ко мне контакта никакого не имел. Я говорю, мне это все не интересно. Мне это все вообще не надо. С истиной Божьей. Описанной нам в Библии. Ну ты скажешь, ну что, ну у всех Библии есть. Ты общими, общие фразы. Истина Божья. Описанная в Библии. Да и в Библии чего только не написано. И каждый считает, что вырезать или приносить в жертву животных, это хорошо, это Бог заповедал. Это для тебя, какая у тебя истина? Боже, расскажи мне сначала о ней. Ты пишешь такие комментарии. Ведь если он еретик, то Писание нам говорит, от таких, которые не несут евангельское участие отвращаться, Писание ничего не говорит, это молчаливая бумажка. Она ничего не говорит. И сказать ничего не может. Это написал Павел. Это даже, может, не Павел, а со слов Павла его писец написал. Павел написал. Это не Писание говорит. Оно ничего не говорит. Она бумажка, она не умеет разговаривать. Павел сказал, истины для тебя, для меня нет. Нет. Мало ли что Павел сказал. А Иисус спокойно ел. Иисус на прощальном ужине, зная, что перед ним предатель. Предатель. Все от него отвернутся, он это знает. Петр отречется трижды, и он их кормит. С ложечки практически. Ноги умывает. А Павел написал со своим мнением, и даже отвращаясь, «Ну ты павлянин, живи по Павламу». Это не Писание говорит, бумажка не говорит. Ее истиной никто не называл нормальный человек. На ней написана Библия, набор писаний. Она ничего говорить не умеет. Ничего вообще. В ней записаны некоторые слова. Чита или повествование. И там нет клейма «хорошо это» или «плохо» зачастую. Вообще, то, что сказал Павел, для меня вообще не является истиной. Я могу сравнить это с истиной, которая в моем сердце. «Не хочешь, не ешь». А я спокойно к Жене ездил и, представляете, ел с ним. Разделял с ним трапезу. Ходили по вечернему городу. Ели мороженое. Веселились и смеялись. И общались. Вот и я вместе еретик. И мне с ним намного отроднее. Не намного вернее, а чем читать вот эту вот ахинею. Мне приятнее проводить вот с такими еретиками время. И я говорю, почему я и баню-то? Казалось бы, Андрей ничего такого не пишет. А я говорю, а зачем мне все это? Вот расскажите мне. Зачем? Я говорю, вы просто не представляете, сколько у блогеров, если они вам покажут, там есть рубрика «Забаненный». «Забаненный». Вы просто опупеете. Если бы этих людей не банить, то в комментариях можно сойти реально с ума. Я вам сразу говорю. И ты тоже думаешь, ну один, ну второй, ну третий. И каждый еще строчит по 10 сообщений. Это накопительно. Знаете, есть усталость. Вот до этого доходит. Поэтому, что вот это вот такое? Вот человек, он ждет от меня ответа. И вопросов еще много. Я вряд ли твои вопросы, Андрей, буду больше читать. Я говорю, я после этого ролика подумаю, что с тобой делать. Я тебя не сужу, потому что я тебя в ад, в рай и не посылаю. Я тебя от себя избавляю, потому что раз все такие мерзости, и Бог ему запретит, а тебе не запретит проповедовать. Ты-то какую ересь несешь? Откройся, покажи себя миру. И мы все посмотрим. И похлопаем в ладоши, если это будет этого достойно. Так, мы не закончили. Этот же Андрей, я говорю, все, у него взорвалось. И он пишет уже обо мне. Где ролик «Смертные грехи». Что же он пишет? Конструктивную критику. Наверное, ему это неприятно сейчас слышать. «Дима, мир тебе». Ну, мир и тебе. Только мир мне не приносит. Можно сколько угодно писать. «Мир тебе, брат». И меня уж такой не раз «Прости, Христа ради». И понес. У меня такой был «Нет, не мир». Нет у меня с тобой мира. Никакого нету мира. И в конце он «Будь благословен». Вы просто обратите внимание на этот комментарий. «Мир тебе и будь благословен». И середина. Вы знаете, похоже действительно на отраву. Вот как тетя написала в красивый «Волк в овечьей шкуре». И вот это конфетка, какая-то горькая пилюля в сладкой обертке, в глазури. «Вот я слушал». У вас открыт комментарий. Ну да. «Вот я слушал тебя, пришел к выводу. Ну давай. Что ты смешал в своих рассуждениях? Все возможные учения, взгляды и так далее, которые противны здравому учению Иисуса Христа». Ну что, дорогой, конструктивная критика. Где, где какое здравое учение Иисуса Христа? Оно где? Сейчас скажешь опять в Библии. Я что, должен просто читать Писание? Ну что, а где ты читаешь его? Где ты его проповедуешь? Я не пойму, если такое здравое и понятное учение Иисуса, а почему он сам не записал? Или одному ученику не сказал? Почему это просто четыре Евангелия, описанные по памяти его учениками? Апостол Павел вообще никакого евангельского, он вообще свои слова писал. Он что? Иисуса, как он сказал, сам говорил о себе. Он видел его, слышал. Он его притчи передавал. Павел вообще своими словами все писал. Своё учение, как он, хотя он и говорит, что моё учение не моё. Он не может сослаться на авторитет. Он не видел Иисуса. Он не ходил за ним. Ну кто? Ты сейчас судья. Ты сейчас судишь? Здравое у меня учение. Нет, а у тебя какое учение? Я откуда могу узнать, как ты судишь? Ты же меня сравниваешь с той написанной Библией, написанным Новым Заветом, а давай я тебя сравню. У меня она точно такой же. Между нами кто рассудит? Как ты читаешь то же самое писание? Не я. Ты прослушал ролик грех, грехи смертные, аборты, самоубийства. Я коснулся, в частности, то, что было в вопросе. Два так называемых смертных грехах. Ты что-то мне наответил в этом ролике по описанию, хотя бы, хотя бы по описанию, которое для вас слово Божье. Где, где конкретно? В чём я какие-то учения посмешал? Где что об аборте? Где что об самоубийцах? Я что, неясно в ролике сказал, если буддист, достигший просветления, добровольный, не имея ни семьи, ни детей, никому не нужный, живущий 20 лет уже в горах Гималая, сжигает себя, ты его что ли в ад пошлёшь? А немного ли мы на себя натягиваем? Я его пошлю? Да никогда в жизни. Человек просветлел, от всего избавился. От жизни уходит не потому, что она плохая, а просто потому, что он понял, что это переходный этап. И он его ускорил, не найдя в сердце своём запрету, более того, верив, что это лучшее. Кто? Ты его в ад будешь на вечные муки посылать? Ответь мне, ответь. Конструктивно ответь. Что? Я привод, живой пример, ещё раз повторяюсь. Никакого ответа. Я просто всё посмешал. Здравое учение Иисуса. Общая фраза, ни о чём не говорящая. Ни мнение, я думаю, тем, кто это читает. Мне это напоминает учение Николаитов. Ну ты расскажи людям сначала учение Николаитов, о котором сказано в Откровении. Ты такой умный, а я невежда в слове. А что там? Там учение Николаитов в Откровении. Там есть сноска под звёздочкой, рассказано, кто это. Уж сколько я проповеди переслушал. И кто только этих Николаитов, и кем только не думают, и кто это были, и чем они занимались. А ты-то откуда знаешь? Это точно такие же проповеди, я слушал, гадания на кофейной гуще. Никто не может толком утверждать, кто это были за Николаитов, и что это. И уж тем более, что у них было за учение. Ты какой вызвался герой. Знаешь учение Николаитов. Ну-ну. И что же там в Откровении-то сказано о нём? А то, что осудил меня человек, это явно. Он же меня призывает раскаяться. Подумай и раскайся о мне. То есть я согрешил. В чём я согрешил? В чём? Смешал какие-то учения со здравым учением Иисуса Христа? Ну, расскажи у себя на канале, я пока тебя заблокирую. А ты мне расскажешь на своём канале о здравом учении Иисуса Христа и о тех учениях, которые я посмешал. Как посмешал? Что посмешал? Где? Чем приправил? Какой бульончик и супчик из этого получился? Там и расскажешь мне про учение Николаитов. Я с удовольствием послушаю твои ролики. Потому что такие комментарии я больше читать не хочу. Просто пустозвоние. И пока не поздно, он мне ещё, ну, как они любят, то к страхам запугивать. Это он меня запугивает. Человек смотрит мои ролики постоянно, я заметил. И он меня пытается на страх подтянуть. Пока не поздно. Да что ты говоришь? Я верю в вечное покаяние. А вот ты подумай, если тебе поздно. Если тебе дано слово учительство, то учись и не евангельский. Ты же не понимаешь, ты же понимаешь, трудно быть учителем, который бы не подпал осуждению. Мой Бог никого не судит. Смотри, не сломайся и не вознесись от изобилия твоих плодов, успехов и так далее. Ведь сатана все силы злобы бросает в первую очередь на таких наставников и лучлей подобно тебе. А иначе твой конечный результат будет подобный Девятьярову, будь благословен. А я Девятьярова, ты меня чем, знаешь, напугал козла капусты? Да я не считаю Женин путь ужасным. Еще раз сказать, я считаю, что там Бог примет всех чистых душ. И даже вот именно они не пойдут ни во второй, ни в десятый раз на этой земле, в будущем миры. Я как раз верю, что человек будет вечно что-то там меняться, куда-то там переходить. А уж сюда он точно не вернется, ему здесь делать нечего. А Господь там встретит каждого. Сам Иисус говорил, что поставит по правую и по левую, а делит не по вере. А кто ближнего, напоил, одел, накормил. Идите, говорит, скажешь, сделали ближнему, сделали мне. Ты, наверное, забыл об этом, дорогой. Он не говорил, что они будут веровать в меня. Им дела никакого нет. То, что Женя усомнился, и что, возможно, у каждого у нас может быть в самом просто Иисусе, как Боге, пришедшем во плоти. Это никакой не страшный грех. Вы опять придумали эти смертные грехи. Там приводите мне цитаты апостолов. Мне никакого дела до этого нет. Они там тоже нагородили. Мама, не горюй. Петр, сколько лет прошло? 20 лет почти прошло. Он стал опять прятаться от братьев, смущаясь язычников. Вспомните это. Аж Павлу пришлось противостоять ему. Велика ли там святость тоже? И опять в закон все ударились, ничего не поняв в евангельской-то истине. Что ж-то закон-то стали натягивать на всех подряд и сами не смогли от него отвалиться, и на язычников потянули. Вам такая святость нужна? Пожалуйста, мне нет. Мне нужна истина. А она известна. Кому неизвестно, я ее озвучу. Она в любви, бессмертии и свободе человеческой души в том, что Бог есть абсолютная, совершенная, свободная, вечная любовь. Никого не судящее. Человек сам себя осуждает. И пока он не вырастет в этом познании, он сам будет мучиться и на этой земле, и дальше там будет перерождаться, познать, пока не примет этого. Ну вот такие вот у нас комментарии. Такой ролик получился. Я говорю, с виду может показаться, что я опять завожусь? Нет. Я говорю, вы знаете, я отошел от этого. Андрей, я заблокирую, мне неинтересно читать. Я не хочу тратить на это свое время, жизнь, этого негатива, даже прикасаться. Зачем мне? Я не нужен человеку. Он смотрит меня. Вы думаете, для чего? Вот только вот им как шоу-программа, а я как клоун. Вот свалюсь я или нет, пойду я за Девятьяровым или нет, в ад я как покачусь или полечу, ну или на небеса. Шоу-программу. Ну и без меня хватит клоунов на ютубе для человека. В этом ли весь смысл жизни, я вот понять не могу. Я никогда в жизни никому никакого гадкого комментария, ни осуждения, ничего. У меня было на сердце, что-то хорошее. Я всегда писал, меня прям порывало написать что-то такой. Класс, молодец, там давай, давай, какую-то свою мысль. Что-то плохое, я не согласен. Думаете, я не слушал, про которых мне вообще хотелось там в порошок стереть. Да я никогда ему ничего не пишу. Зачем мне это надо плеваться в человека, что ты ему вот это вот раскалься, покалься. Да ты уже сто раз меня осудил. Если ты меня столько слушаешь, ты меня вообще не знаешь, вообще. Моего сердца, тебе оно просто закрыто. Ты не понял, кто я такой и что я проповедую. И не поймешь пока ты этого. Я тебя знать не знаю. Мне и больные звонили, и пьяные. Я вот так распылялся и думал, что это там человек хотя бы в уме. А там больной человек оказывается. Я понял, что тогда, я еще все это анализировал, я говорю, я тогда все это понял. Поэтому сейчас я даже себе голову не сбил. Но на примере таких для проповеди другим, устно мотать. Со мной можно спокойно общаться. Вы видели комментарии, когда я читал, конструктивный, пожалуй, человек что-то пытается там свое мнение из писания что-то там показать. Но это вы сами, вот два подобных, два разных комментария разных людей. Разные, скорее всего, религиозные принадлежности. Там православие, протестантизм или еще хуже, если он свободный во Христе, так называемый. И, пожалуйста, результат один. Тыканье вот это, тыканье, ты да ты, ты да он, а этот, а тот, а что с ним. Вот одни вопросы, которые нас мучают все время. Ну, ты такой умный, ты такую истину знаешь. Ну, выйди, попроповедуй. Ну, выйди, скажи хоть слово, хоть что-нибудь и тебе узнать. Кто-то есть-то. Ну, вот так вот. Я вот, тоже, что сказать, мир тебе, да. Это я вот говорю, вот как, я все-таки не могу остановиться, еще раз обращу внимание. Вот скажите мне, как слова Павла состыкуются с жизнью Иисуса? Со своими, если кто там, бросьте, отстранитесь. Иисус никого не делит, ни на левых, ни на правых. Его бьют, он от них идет, вот я этому у него научился, не угоден он им, он уходил. Ему говорят, иди, иди отсюда, там, бесновато, то, что ты исцелил, свиней наш погубил, иди, иди от нас подальше. Он идет, не нужен я вам, плюются им, недовольны им, он брал, уходил. Вот это меня прям, ученики, они что, святые? Да там караул, какие святые. Иоанн, с кем там, с Андреем, я не помню, дай мы сейчас помолимся, тебя тут не приняли в городе. Господь должен был разгневаться, гром и молния с небес. Сейчас отцу взмолюсь, и все тут, а как мы видим, ему никому молиться не надо было. Прям вот так пальцем провел бы, и град с неба, огненный посыпался. Сейчас мы, как Илья, помолимся, и все, город будет уничтожен. Вы не знаете, какого вы духа, какого, сатанинского, вот, действительно было за что сказать. Они город решили уничтожить, город, за то, что их не приняли. Нас не приняли, понимаете, нас. Мы же ему запретили, он же не ходит за нами, кто мы, а он там, исцеляет, а за нами не ходит. Не за Иисусом, не за тобой, а за нами. В очередь становитесь. Мы же все время спорим, кто первый, кто тут у нас должен идти-то. Вот это вот, из этой серии. А Господь сидит на прощальном ужине, перед ним сидит предатель. Я говорю, оба предателя, один просто предал, другой отрекся, по сути, предательство такое же. Отреченец хотите. И трусы. Друзья тоже мне, 12 избранных. Кто слово за него замолвил, слово, кто решил умереть, слева или справа. Как делить места во славе, они делили, сидели, прямо на этом ужине. Как через пару часов дошло время, как делить кресты, что-то все разбежались сразу. И ничего, кушал с ними, угощал, сам ломал, сам поил, еще ноги перед этим умыл. Это Павел делал, это проповедовал, здесь нет. Ты можешь не есть, а я буду есть со всеми. На этом попрощаюсь. Лепим жирные, божественные, любвеобильные лайки, кому действительно полезно отрадно мое служение, кого оно делает действительно познавшим, познающим или познавшим даже, может быть, истинно, хотя бы вкусившим ее или надкусившим, и действительно познав, приняв ее в сердце, ее и сердце издавайте. Я говорю, живите как можно светлее. А вот от черного действительно отдалейтесь. Ну не нравлюсь я тебе, отойди ты сам от меня, не заставляй меня закрывать дверь. Ну что тебе до меня? Вот я отстраняюсь, да. Вот они говорят, вот он читает, с таким и не ешьте. Да я сам с тобой есть. Чего я буду, ты меня сидишь и пилишь, и пилишь, и пилишь. Я разве с тобой встретиться хочу? Нет. Нет, к Жене я вот буквально через месяц с ним уже, может, опять живу и увижусь. Поеду из Сочи в Армавир. Ты меня позовешь даже? Я сто раз подумаю, для чего ты меня позовешь? Воспитывать меня? Мозги мне прочищать? Вряд ли я поеду. Вот о чем. Все должно естественно быть. Ты и сам, если ты человек алкоголик, там блудник, сидит, быкует, да ты сам уйдешь. Сам ты уйдешь. Чем я тебе мерзок? Ты меня вживу увидел. Кто со мной встречался, я всегда радостен, всегда послужу, всегда все сделаю. Я издалека стараюсь, все разблизит тем более. Провести время как можно лучше. Нужно горе разделить, нужно порадоваться вместе, повеселиться, поплакать. Вот она жизнь-то. Вот так вот. Все, со всеми прощаюсь. Пишите ваши размышления и мысли. Пожелания, вопросы в комментариях. Буду рад почитать. Адекватные. И критику только адекватные. А все это общие слова. Здравое учение. Ну, нахватался ты. Соответствует, не соответствует. Ну, разъясни мне, что там за здравое. Я с удовольствием твой канал посмотрю. Все, всех люблю. Целую, обнимаю.